У ваххабитов есть одна очень интересная и забавная особенность. Им очень хочется опровергнуть всех остальных мусульман, помимо себя. Иногда, конечно, друг друга тоже опровергают, но в особенности им хочется опровергнуть шиитское учение. Но здесь есть одна очень интересная и важная загвоздка, которая заключается в том, что шиитские убеждения основаны на крепких доводах Корана и Сунны. Поэтому бороться с шиитской идеологией ваххабитам плохо удается. Но они нашли выход. И этот выход заключается в том, чтобы приписать определенные убеждения шиитам, а потом на основе этих приписанных и выдуманных убеждений высмеивать, опровергать и принижать шиитское учение. Здесь возникает вопрос. Так как эти выдуманные и приписанные шиитам убеждения, там целый комплекс, который входит в любое ваххабитское абсолютно пособие, в любую ваххабитскую брошюрку, в любую ваххабитскую инструкцию, которая им выдается. Там целый комплекс. То, что шииты отрицают Коран, шииты отрицают Сунну, шииты поклоняются имамам, шииты не верят в пророчества Мухаммада, а вместо этого считают Али пророком и так далее, и так далее, и тому подобное. Кто-то когда-то это все выдумал, приписал шиитам, и все остальные ваххабиты, они просто берут, все остальные ваххабиты и такфиристы, конечно же, просто берут эти методички и распространяют. Постоянно повторяя об этом. Как будто заклинают людей. Шииты не признают, ни Коран не считают искаженным, Сунну не признают, а еще нашу жену пророка, нашу мать называют прелюбодейкой, сахабу кафиром называют. У них ни намаз на нашу намаз не похож, ничего на нашу не похожа. Ну, конечно же, сами эти ваххабиты, которые все это распространяют, которые из раза в раз повторяют, что шииты верят в это, в искаженность Корана, они не верят в Коран и так далее, и так далее, и тому подобное. Они сами, как правило, не знакомы с шиитским учением, не через книги, не через собственное знакомство с конкретными шиитами, с конкретными соблюдающими и знающими шиитами. Здесь возникает один очень интересный вопрос. Вдруг, если один из этих такфиристов, который поверил в свои методички и решил, что да, шииты не верят в Коран, шииты не признают Сунну и так далее. А как мы знаем, шииты спорят относительно истинности Корана, его там полноценности, достоверности и так далее. Вдруг вот этот вот такфирист окажется, что его родиной является страна, большинство населения которого являются шииты. Он приедет в эту свою страну, познакомится ближе с людьми и будет общаться и увидит, что ничего из этого эти люди, которые считают и называют себя и являются шиитами, ничего из того, что он знает про шиитов, ничего из этого не исповедуют. Они верят в Коран, верят в Сунну, поклоняются одному Аллаху, не поклоняются имамам и так далее и тому подобное. Что произойдет тогда, как вы думаете? А произойдет следующее. Аллахи, клюнусь Аллахом, я не считаю, что Азербайджан шиитским государством. Я считаю, что Азербайджан это не говорю про государственный строй, я говорю про народ. Это чистые сунниты по убеждениям. В основе своей абсолютно все азербайджанцы по убеждениям, это чистые сунниты, они говорят, что мы шииты. А я спрашиваю, во что ты веришь? Он говорит, я верю, что нет никого достоинного поклонника, кроме Аллаха. Я свидетель, что Мухаммад это его посланник. Я говорю, а ты веришь, что Коран неполный? Он говорит, что ты дурак, что ли? Что ты несешь? Сегодняшние шииты, это люди, которым сказали, что они шииты, а по убеждениям они чистые сунниты. Интересно, не правда ли? То есть, эти не очень далекие люди, явно незнакомые с трудами шиитских ученых, незнакомые с шиитскими трудами, незнакомые с самим шиитским учением из книг самих шиитских авторов и писателей, приписывают шиитам убеждения, ложные убеждения, которые неоднократно опровергались, неоднократно разоблачались, что шииты во все это не верят. Это всего лишь поклеп и наговор. И эти люди всячески игнорировали то, что это наговор, это поклеп, самый что ни на есть, явный, ясный поклеп и наговор на шиитов. Они это игнорировали, но когда столкнулись с шиитами, которые во все это не верят, во все в то, что они приписывают шиитам, шииты не верят, оказывается, они не шииты. Отличный выход из ситуации, просто прекрасный выход из ситуации. То есть, не ты лжец, не ты клеветник, а они не шииты, они суниты. Тогда получается, что в мире нет шиитов, потому что поезжайте вы в Иран, там то же самое, там та же ситуация будет. Поезжайте в Кум, священный для шиитов, город Кум, который на сегодняшний день является центром шиитских знаний. И вы обнаружите, что всех этих убеждений в Куме нет. Вы обнаружите, что шиитские ученые, шиитские мыслители, шиитские студенты, все они аргументируют свои убеждения, свои взгляды Кораном и Сунной. Целая шиитская идеология, комплекс убеждений выработан на основе Корана и Сунны. И вы придете в Кум и скажете, я считаю, что в Куме нет шиитов, здесь только сунниты. Не вы, клеветник, не вы, тот, кто наговаривал, не имея довода и оснований, а они не шииты. Продолжение следует...